Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, двенадцать. Помните такую задачу? Да. Вот, она у нас прошлая была. Двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три. Вот, я нарисовал змею, состоящую из двадцати трех. В прошлый раз, на самостоятельной работе, вас просили нарисовать такую змею из тридцати двух. Кто сумел, пожалуйста, вы это покажите. Так, проверим сейчас. Ребят, это невозможно, правильно сказать, получится у него или нет. Пусть рисуется у него змея. Ага, все, не получилось. Так, пока еще не сдаётся. Так, есть шанс. Есть шанс, что получится. Последняя клетка. Ну, можно по диагонали, может быть. Спасибо, молодец. Нет, все, 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 уже есть. Тридцать две клетки такой змеи. А сейчас я существенно изменю условия задачи. Я разрешаю вот такие ходы, но спрещаю такие. Внимание. Имеется доска размером 8 на 8. Вы начинаете с некоторой клетки. Каждым следующим ходом вы рисуете клетку, которая имеет ровно одну общую точку. И в точности с предыдущей клеткой и ни с какими-то другими. Задача. Нарисовать змею, состоящую из 22 клеток. Змею, где все ходы по диагонали и где каждая очередная клетка имеет ровно одну общую точку. Система отчётности такая же, как вот здесь. То есть пишите число 1 в какую-то клетку, потом там 2, 3, 4 и так далее. Вот сказка. Задача полная. А именно автор задачи, замечательный математик, Николай Викторович Акулич, её решить не смог. Да, правда. Он придумал эту задачу, придумал картинку, когда змейка состоит из 21 клетки и прислал сюда, в журнал, эту задачу. Где 21 клетка? 22. 21 не считает, может, 22. Вот, и удалось придумать 22, более того, удалось доказать, что именно 22, я вам сегодня расскажу это доказательство, удалось доказать, что 22 это наибольшее количество. Работает. Уже ошибка, знаете ли? Девятую клетку вы нарисовали неправильно. На самом деле у вас змейка из 8, садитесь, пожалуйста, всё. У вас змейка из 8 клеток, дальше мы продолжаем. Так, смейка. Смотрите, его цифры, напишите свои. Всё, садитесь. Девятую клетку, пожалуйста, не надо терапись. В тетради нарисовали, посчитали. Заветую, не получилось, не пытайтесь сразу стирать, а ряды присунуть дошли, потому что иначе вы забываете, что у вас было неправильно. Неправильные варианты не нужно сразу уничтожать. Лучше на одной доске попытались, на второй. Все клетки будут одного цвета. Ну, например, так. Вот так вот, и вот так вот. Подсказка такая. В правильном маршруте все вот эти клетки, нужно понять какую-то причину. Причина того, что не бывает, если вы скажете, что к этой змейке уже добавлять ничего нельзя, что попытка пойти сюда, сюда ничего не даёт. Я сказал, что это неправильно, потому что, а вдруг кто-то придумает совсем другую конструкцию, состоящую из большего количества клеток. Поэтому то, что вот эта змея неудлиняемая, это ещё не является доказательством. Так, чтобы получить показательство, на самом деле нужно сделать вот так же. Как вы, пожалуйста, себе нарисуйте. Вот такие дни. Так, что я сделал? Разбил шахматную доску на квадраты размером 2 на 2. Сколько всего на этих квадратах? 16 штук. Я разбил доску на 16 квадратов, каждый размером 2 на 2. Как вы считаете, внутри квадрата 2 на 2 у нас могут быть 4 клетки? Или 3 клетки? Нет. Максимум сколько? 2. 2. Всего решения задачи. В каждом квадратике максимум 2 заполненные и хотя бы 2 свободные клетки есть. Значит, не больше, чем удвоенное количество квадратиков. Не больше, чем половина доски заполнена змеей. Доказал? Доказал. К сожалению, эта задача так просто не решается. Он чур слушает очень внимательно. Потому что решение будет состоять из нескольких этапов. И решение, ну, в общем, довольно звучит. Кстати, кто шахматный знает? Это я клетки какие показываю? Белые или черные? Где стоит король шахматный, а где стоит персик? Сколько на доске белых? 32. На доске 32 белых клеток. Отлично. Ну что, пора делать впечатление. 32 минус 23 это? Это будет 9. 9. Значит, если я нарисовал змею, расположенную на белых клетках, а знаменит, что змея, она все время расположена на клетках одного и того же цвета, да? Потому что по диагнозу, когда идешь, цвет не меняется. То 9 клеток остались свободными, а 23 клетки заняты. Уговорил? Отлично. Все. Первая часть решения подключал. Сейчас я напишу сюда число 1, 1, сюда тоже 1, и сюда 1, и сюда 1. Ребята, 5 клеток белых. Скажите, пожалуйста, может ли змея содержать все эти 5 клеток? Нет. Сколько клеток точно среди помеченых римской цифрой 1 не будет принадлежать змеям? Две. Дело в том, что даже если одну клетку выкинешь, все равно такая змея не может, да? Значит, две клетки у меня среди этих змея не принадлежат. Отлично. Рисуем, пишем сюда 2. Ну, пожалуйста. Как две? Сколько? Две. Не принадлежат змея. Две. Очень хорошо. Теперь я хочу, чтобы вы сделали следующий речень. Нашли бы еще 5 клеток, которые можно пометить в цифре 3, рим в тюрьмичном 3. Еще 5 клеток, которые можно пометить четверкой. Нет, вы не торопитесь сначала. Еще задание, конечно. И еще 4 клеточки в виде буквы Т. Так. Сделал? Еще раз. Три набора клеток. Еще 5 штук. Еще 5 штук. И еще букву Т. Дело в том, что каждый раз я буду там набирать клетки, не принадлежащие змее. Я хочу доказать, что змее много, многие клетки не принадлежат. Три, тоже три, три и еще раз три. 5 клеток. Замечательно. Дальше. Вот смотрите. Четыре. 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 И еще 4. Пока я букву Т еще вам не показал, проверьте простую мысль. Среди этих клеток хотя бы две не принадлежат змее. Правильно? Среди этих тоже, среди этих тоже и среди этих тоже. 2, 2, 2 и 2. Это сколько? 8. А теперь показываю 4 клеточки. Вот они. Пятерка, пятерка, пятерка. И еще раз что? И еще раз пятерка. Среди вот этих четырех клеток есть хотя бы одна не принадлежащая змее. Уговорил? Да. Уговорил. Отлично. Значит, еще хотя бы одна клетка не змеи есть. Я уже набрал 9 клеток не принадлежащих змее. А вы помните, что змее не принадлежало ровно 9 клеток. Значит, все остальные клетки принадлежат змее. Так давайте же я их и обозначу. Вот эта клетка змеюкина. И это эти клетки принадлежат змее. Согласны? Если мы точно знаем, что эти клетки все из них, то, смотрите, доска имеет асимметрию. Доска имеет асимметрию. Вот асимметрия нашей доски. Я мог бы все цифры написать не туда, куда я их написал, а асимметрично. Вот представьте себе, я мог бы перевернуть доску. И у меня бы получилось то же самое, что змею обязательно принадлежат. Знаете, какие клетки? Вот это, вот это, вот это и вот это. Это все клетки нашей змеи. Я сейчас очень быстро закончу. Рассмотрите, эти две клетки получились клетки змеи. Эти две клетки получились клетки змеи. Для понятности я нарисую еще раз доску и отмечу на ней в точности клетки, которые точно, как мы уже выяснили, они должны принадлежать змее. И мы сейчас с вами легко докажем, что такой змеи не бывает. Так, быстро-быстро. Я кружочеку ставлю. Так, 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 что у нас там дальше? Вот эти, это все уже точно мы знаем, что эти клетки принадлежат змее. Согласны? Заметьте, что их уже довольно много. Так, это все, все, это все змее. Нет, то, что 12, это не важно. Важно другое. Важно, что сюда нельзя зайти с соблюдением правил нашей игры. И сюда нельзя зайти. Значит, где-то начало, а где-то камень. Согласны? Отлично. Например, пусть здесь начало. Здесь 1, здесь 2. Догадайтесь, где будет 3. Вот здесь, правда? Догадайтесь, где будет 4. 5 будет здесь, отлично. Так, теперь вопрос. Где-то здесь 23. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это черное, а вот это 9. Значит, 23 это будет здесь. Дело в том, что белые клетки доски тоже можно разбить на четное и нечетное. Понимаете? Вот они же идут, когда идет цепочка, она чередует четное и нечетное. Значит, 23 здесь, 22 здесь. Догадайте, где будет 21. 21. Где будет 20? 21. Где будет 19? Вот. А сейчас я должен вам показать простую вещь. После пятерки нельзя идти сюда, потому что будешь стройку консультовать. Нельзя идти сюда. Значит, куда надо идти? Дальше. Куда можно идти? Сюда идти нельзя. Сюда нельзя. Значит, надо идти сюда. Это получилось противоречие. Господа, конечно, это немножко сложно. Но, с другой стороны, я точно провел рассуждение, доказывающее, что больше, чем 22 не бывает.